Средство обнаружения воздушных цель 354 декабря. Здесь в электромагнитном поле вращается антенна без механики. Соответственно, это дает возможность работать безотказно до 20 тысяч часов. В году 8 тысяч часов. Таким образом, 2,5 года дежурства непрерывно. У нас все перешли на график, когда у нас в течение года взялись в полицию. И мы с вами на прошлом совещании, на прошлом предприятии говорили как раз о том, что у нас с декабря-мавря переносить все, так сказать, пытаться влево, на всяком случае. Для этого у нас есть все. Есть средства, которые страна дала. В течение года и в течение года. Не сразу действия. У нас стыковочная площадка не позволяет собрать все. У нас стыковочная площадка не позволяет. Еще одну площадку заводите. Две площадки заводят. Три площадки заводят. Если раньше мы на поиск цели тратили до 30 минут, здесь на поиск цели 4 минуты. Это позволит нам наводить в крест. Подобные вещи работают в комплексе. Как точно, конечно. Понятно. Обнаружение и поражение. Абсолютно правильно. Если у вас есть обнаружение и нет поражения, то она бессмысленна. Есть поражение. С какими средствами вы поражаете? С обрежена вот эта машина. Средственно, как риск у поражения. Сейчас разговор идет о том, чтобы добавить беспилотники. Здесь окраска происходит предварительный слой, после которого защитный слой. Это пристепка с малой, которую вы держите в высокие температуры. Шракет нагревается в процессе полета. Здесь, в 3 дня, в 3 часа вы работаете? Ну, здесь 12-16 часов, как минимум, вот эта окраска происходит. Не потому что мы встали, что перерабатывают. Потому что здесь внутри самые крепкие технологические структуры и самые прочные по механическим слоям. Это унитальный, по времени, где-то полуцентра. А чего вы не работаете на Руде? На Руде вам уже там инженерию сдаются окончательно еще к ростам. Как инженерия? У вас там как поставили эти ящики с обруди? Вот так они стоят. Там каждый по графику? Людей нет. Вторая смена не работает, третья не работает. И нам здесь таким же темпами, таким же образом построить. 7100 метров будет стоять современное литейное маргарное производство и термичек. В июле сдаем оборудование уже стоит, готово к монтажу. Это автоматизированный экстременовический цех. Все вы знаете, какое важное значение в сегодняшних условиях, особенно в зоне специальной военной операции, приобретает средства противовоздушной обороны. Причем спектр расширяется с каждым днем. Спектр того вооружения, против которого должны работать системы. Появление ударных, беспилотных летательных аппаратов, большой дальности, большей мощности. Появление у противника ракет «Хаймерс». Всего того, что производилось в советское время. Естественно, против всего этого надо смотреть, как нам защищаться. Все это делают ваши предприятия. Сегодня послушаем, какие меры надо предпринять дополнительные, в какие сроки они будут предприняты. Продолжение следует...